Олимпийскими чемпионами и призерами стали 9 донских спортсменов. На завершившихся играх в Рио успешными для нашей области стали гандбол, синхронное плавание, тхэквондо и спортивная гимнастика. Здравствуйте, в студии Анна Туполева, повестка дня на Дону. Сто лет Анатолию Калинину в хуторе Пухляковском воплотилась мечта писателя – открыта картинная галерея. Самое все-таки главное, что оставлено, это то наследие, которое проникнуто любовью к земле, на которой ты живешь. Общепит, готовься к матчам. Кафе и рестораны Мясниковского района проверяют перед Мундиалем. На иностранном языке есть? На иностранном языке будет в новом варианте. А что же вот так? Первый медалист дома Никита Нагорный поделился радостью от олимпийского серебра в родном спортзале. Недоволен тем, что в первый день я в квалификации завалил свое снеотворное упражнение. Сегодня пик Калининского лета исполнилось 100 лет со дня рождения писателя. На родине автора романа «Цыган» в хуторе Пухляковском праздник растянулся на 4 дня. Василий Голубев и Наталья Калинина открыли картинную галерею, исполнив мечту Анатолия Калинина. Фестиваль «Калининское лето» собирает все больше поклонников творчества нашего земляка. Лучше познакомиться с историей его жизни поможет новая выставка. Экспозицию составили личные вещи писателя и картины. У Калинина было много творческих друзей. Все выставленные полотна – подарки художников. Началось с папиной коллеги, они висели в здании клуба. А потом, конечно, это все разрослось. Отдельного здания для Пухляковской картинной галереи до сих пор не было. И вот сбылась давняя мечта отца, говорит дочь писателя. Для Натальи Калининой самый ценный экспонат – полотно кисти донского художника Олега Майбороды. Мне, например, и моей сестре, которая приехала из Москвы специально на праздник, очень понравился портрет отца. Вот он по фотографии его изобразил. Он его как-то душу, суть и вот этот вдохновенный взгляд его, жизнь его полную порыва вдохновения. Он это очень хорошо передал. Анатолий Калинин в 41-м ушел на фронт военным корреспондентом. После войны вернулся в родные края. Был депутатом Верховного Совета РСФСР. Ни одна просьба, ни одна жалоба, ни одна боль местного жителя, которую он хотел изложить депутату, не оставалась без внимания. Обидел милиционер пожилую женщину, он разговаривает с милиционером. К нему обратились жители станицы, например, не находят понимания с председателем колхоза, он разговаривает с председателем колхоза. Стараниями писателя было начато строительство этнографического музея, дома культуры и школы искусств. Самое все-таки главное, что оставлено, это то наследие, которое проникнуто любовью к земле, на которой ты живешь, на которой ты трудишься. И это наследие, мне кажется, всегда будет иметь особую ценность. Поэтому сегодняшний юбилей для меня это событие серьезного очень масштаба. Василий Голубев возложил цветы к могиле писателя и вручил областные награды его вдове и дочери за сохранение памяти. А затем вместе с почитателями таланта принял участие в фестивале. Завершил вечер большой концерт с участием лучших творческих коллективов Юга России. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Надону. Картины в новой музейной галерее дополнили экспозиции под открытым небом. На усадьбе Калининых художник Олег Майборода выставил свои яркие полотна – лики Тихого Дона. Картины из жизни. Вглядываясь в сочные краски, размашистые мазки кисти, каждый видит свое, близкое и родное. Название выставки не случайно. Именно лики, именно лики Тихого Дона, потому что за лицом человека скрывается его душа. Заглавный портрет выставки Анатолий Калинин в годы войны. Вдохновение и творчество на фоне отблесков сражений. Пейзажи тоже лики. У яркой поляны одуванчиков на заливном лугу проглядывает свой характер. Как и в композиции картины, где молодежь занимается вроде бы простым делом – месит глину. Но главным видят соотношения и эмоции. Так и художник ищет свои темы и сюжеты, чтобы зацепила глаз, упала на душу. Это же известно, что душа первична. Душа, прежде всего, эмоциональна. Все-таки, я так считаю. А просто чистый, сухой анализ, он всего лишь раскладывает все по полкам. Схватить и передать характер – особый дар художника. Пытливый взгляд пожилой женщины. Это местная поэтесса Раиса Семеновна Поспелова. Я знакомый с стихами. Они покорили меня своим стилем и своей наивностью, и своей открытостью. Оригинал картины в натуре здесь же, на выставке. Вы там, да, у нас? Да, это я. Вот так вы в платочке. А что вы там думаете? Вот интересно. Что я думаю? Я все жду, думаю о вас, о людях, чтобы войны не было. Нам нужен мир, а не война, сказала детвора. На всей земле, планете, мир нужен взрослым и детям. На казачьих играх в Старочеркасске художник выбрал еще один яркий типаж. По виду выбрал. А оказалось, музейный работник, специалист по казачеству. И форма к лицу. Похож. Похож, да? Похож, да. Олег уловил взгляд. Все как есть. Герои картин Олега Майбороды на этой выставке под открытым небом гармонично слились с общей донской, казачьей праздничной атмосферой юбилея писателя. Татьяна Бочарова, Станислав Фоменко. На Дону. Первые лица на Дону. Василий Голубев и глава холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев обсудили сегодня перспективы развития Росвертола. В частности, речь шла о реализации программ модернизации и оптимизации производства. Как отметил Александр Михеев, спрос на продукцию Росвертола растет, поэтому количество выпускаемых вертолетов планируется увеличить. Обсудили создание на Дону вертолетного кластера. Он разместится в Батайске и даст региону как минимум 10 тысяч рабочих мест. Председатель обл. избиркома провел семинар совещаний для СМИ. На выборах 18 сентября несколько тысяч штаганрожцев проголосуют без бюллетеней. На 29 участках установят комплексы электронного голосования. На Дону комплексы электронного голосования будут использоваться впервые. Процесс несложен. Избиратель регистрируется у члена комиссии, получает специальную карточку со штрих-кодом и с ее помощью голосует. После чего сотрудник участковой избирательной комиссии активирует карту и дает ее избирателю. А устройство сенсорного голосования обладает световой индикацией. Горит зеленая лампочка, значит мы можем подойти и проголосовать. Аппарат имеет дополнительное устройство, которое сохраняет результат голосования на специальной бумажной ленте. Также на семинаре обсудили особенности единого дня голосования 18 сентября. Мы проводим этот семинар со средствами массовой информации. Он достаточно для нас характерен для того, чтобы СМИ лучше представляли, как они могут реализовать свои права и свои обязанности. Мы за то, чтобы они были максимально представлены на избирательных участках в день голосования. И чтобы они показывали правдивую картину выборов. Специалисты избиркома рассказали об изменениях и новых положениях в федеральном и региональном законодательствах и правилах размещения агитационных материалов. Ваша роль многократно повышается именно сейчас, во время активно пропагандируемого многими политическими силами электорального нигилизма. Своими действиями вы формируете повестку дня, задаете тон, ритм политического пульса страны. Как никогда сейчас важны ваши профессионализм и взвешенность. На встрече присутствовали международные наблюдатели от ОБСЕ из Франции и Узбекистана. Они приступили к миссии долгосрочного наблюдения за выборами в Ростовской области. Это означает, что иностранные специалисты будут наблюдать за политической ситуацией в стране, выдвижением партийных списков кандидатов и кандидатов в одномандатных округах, сбором и подачей подписей, предвыборной агитацией кандидатов и агитацией в СМИ. Екатерина Лободина, Надану. Специальности, связанные с социологией, одни из самых популярных среди донских абитуриентов. Гость программы «Первые лица» ректор ЮФУ Марина Боровская. Было больше 15 заявлений на одно место. Интервью смотрите сегодня в 20.25 и 23.30. Ростов-на-Дону 16 кинолент донских режиссеров покажут в специальной программе «Ростов вдохновляет» фестиваля «Бриджа Фарс». Их отобрали из 40 местных заявок. Любители кино ждут премьеры «Французская кулинария», «Криминальный папа» и «Напротив левого берега». Все три фильма сняты в Ростовской области. «Напротив левого берега» – это проект «Код города». Там большой ажиотаж. Насколько я знаю, уже билетов нет. Прорабатывается возможность сделать вторым экраном, еще раз показать эту ленту. За пять дней фестиваля мастер-классы дадут именитые режиссеры и продюсеры Тимур Вайнштейн и Олен Депардье. Пройдут пресс-конференции, футбольные матчи, звезд и спецпоказы кинопремьер. А какое кино нужно снять в Донской столице? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? Фильм сняли в том, как сохранить нам город, чтобы он имел свою изюминку, а не был похож на новострои, новоделы, новые молодые города. Акцент сделать на истории, на истории Ростова, потому что что-то все современное, а история забывается. О детских садах, о приютах, вот. Не только детских, но и о кошачах. Ну, на тему, наверное, любви можно снять тут легко. Хорошо и для общественности, и для будущих поколений заснять фильм все-таки про вот эти 90-е, про хулиганство, про бандитизм. Он на таком уровне низком, что лучше ничего не снимать. Нет, только про футболистов что-нибудь, потому что футболисты у нас хорошие. В Зимовниках губернатор провел заседание консультативного совета с участием глав администрации и руководителей этнических общин. Совещание провели на востоке области не случайно. Именно здесь чаще возникают бытовые конфликты представителей разных народностей. И важнейшая задача сделать так, чтобы 150 национальностей жили на Дону мирно. Я много раз говорил об одной вещи. Это самое главное богатство Ростовской области. И это самый большой резерв, который позволяет нам двигаться вперед. И вот если мы с вами вместе на территории области сделаем так, что все люди, живущие здесь, будут работать таким образом, чтобы работать на развитии региона, но, поверьте, у нас неоспоримые преимущества перед многими регионами нашей страны. Бытовые противоречия, если на них не реагировать, могут перерасти в межэтнические, считают члены консультативного совета. А потому губернатор потребовал на каждый такой случай должна быть мгновенная реакция и объективная оценка. В Аксайе в пятницу заместитель губернатора Михаил Чернышев проверил ход капремонта коммуникации в доме по улице Вартаново. Пятиэтажки 1982 года постройки, горячая и холодная вода с трудом поднималась на последние этажи и постоянно текли канализационные трубы. Здесь выявилось такое, как бы, казус, что забыли про горячее водоснабжение, да? Казус в работе фонда капремонта и управляющей компании заметила старшая по дому Венера Ким. Когда началась замена коммуникаций, бдительная женщина каждый день дежурила у дома и отслеживала работу бригад. Я как на посту. Все время, вот начиная где-то с 9 часов и кончая 8-9 часами. Иногда молодцы ребята, вы знаете, как специалисты, они прекрасны. И вот работают они с полной отдачей. Чтобы избежать всевозможных казусов на федеральном уровне, разработана и внедряется единая информационная система ГИС ЖКХ. У каждого дома появится паспорт. Система позволит увидеть, в каком состоянии коммуникации, кто управляет домом, когда пройдет капремонт и многое другое. Собственники квартир будут видеть, кому, за что и сколько платят, а надзорные органы – возникающие проблемы. Система только начинает работу. На ее отладку понадобится около года. Чтобы была очень четкая дисциплина, нельзя доверять управляющей компании, хочет она туда войти или не хочет. Она обязана туда войти и обязана представлять информацию, необходимую для того, чтобы любой собственник дома всегда ей владел. Почему мы столько начислили, а не больше или не меньше? Почему такие ОДН, а не другие? Это все будет раскрыто в этой системе. В систему войдут органы региональной и федеральной власти, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ и, конечно, собственники. Ну, а по пятиэтажке Новортаново решено заменить трубы горячего водоснабжения. Все работы по капремонту завершат к 1 октября. Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, Надону. В Мясниковском районе ресторанной кафе проверилась специальная рабочая группа. Мониторинг ведется к Чемпионату мира по футболу. Все заведения общепита, которые будут кормить гостей и участников Мундиаля, должны соответствовать жестким требованиям FIFA. На иностранном языке есть? На иностранном языке будет в новом варианте. А что же вот так? Меню на английском условие обязательное, как и наличие уголка потребителя. Здесь он есть, только не заполненный. А системы контроля хранения, безопасности и реализации продуктов, сокращенно ХАСП, и вовсе нет. А проверить кухню не удалось. С камерой не пустили. В общем, до совершенства далеко. Хотя посетителей это не смущает. Проверку спортсменов из секции дзюдо кафе прошло. Вот здесь вкусно. Ну, вкусно, да. Им нам нравится. Ресторанчик по соседству комиссия начинает проверять со входа. Колясочникам сюда не заехать. Нет ни пандусов, ни кнопки вызова персонала. Зато по периметру круглосуточно работают видеокамеры, прилегающая территория освещается. И меню на английском есть, только цены русские. Руководство парирует на все вопросы, ответят сотрудники, говорящие на иностранных языках. Это весомый плюс. К тому же для туристов расширят гастрономическую географию. Преобладает русская и армянская. Мы постараемся сделать и других национальностей что-то приготовить. Документы и противопожарная система в норме. Кухня опрятная. В этом году обещают ввести хасп и оборудовать вход для инвалидов. Такой мониторинг ждет все кафе и рестораны, которые будут обслуживать гостей Мундиаля в Ростове, Батайске, Азове, Таганроге и близлежащих районах. В списке около 1700 объектов общепита. Первое – это, естественно, обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности объектов, которые будут принимать гостей. Второй критерий – это, конечно же, оказание качественных и безопасных услуг. И третье направление – это, конечно, повышение качества оказываемых услуг непосредственно на предприятии общественного питания. Нарушение несоответствия общепит должен исправить до футбольного кубка конфедераций, который Ростов примет в июне 2017-го. Ксения Николаева, Юрий Санкин. На Дону. Велосипедные дорожки по левобережной чемордачке будут издавать необычные звуки. Не везде, конечно, только возле кафе и ресторанов. Для чего это делается? Для того, чтобы водители, подъезжая к увеселительным заведениям, помнили, что здесь находится велодорожка, что здесь могут проезжать велосипедисты и были прибедительно внимательны за рулем. Чудесное преображение Левбердона к чемпионату мира по футболу в программе «Даешь в Мундиаль-2018». Смотрите, сегодня в 20.45 и 23.45. В хуторе Крылове Тацинского района сдана первая очередь водопровода. Там идет капитальный ремонт трехкилометровой сети. Больше 20 лет хуторяне завозили воду сами, как могли. И вот обращение к губернатору не осталось без внимания. Ожидается, что в домах всех крыловчан вода будет уже к Новому году. Далее другие сообщения с мест. У жителей поселка Персиановского скоро появится свой досуговый центр. Сейчас там полным ходом ведут масштабное строительство на деньги из федерального, областного и местного бюджетов. В уголок культуры и отдыха планируют привлечь людей всех возрастов. Здесь будут концертные, выставочные и спортивные залы. Вот сейчас мы находимся в актовом зале или в зрительном зале. Он рассчитан на 255 мест. Здесь будут расположены стулья установлены, которые будут мобильно складываться. Для них специально имеются такие тележки, которые в течение 20 минут здания будет здесь пустой и чистой. В двухэтажном здании установят лифт, чтобы свой досуг не ограничивали люди с ограниченными возможностями. Еще для этого оборудуют специальные раздевалки и душевые. В кадре символы Донской земли, пейзажи, миг истории, известные люди и гости Волгодонска. Здесь работает городская фотовыставка, на которой представлены конкурсные снимки всех желающих. Сегодня на фотовыставке представлено более 100 работ, как известных фотохудожников, так и тех, кто пробует свои творческие способности впервые. Победители пяти номинаций уже получили дипломы и награды. Все работы можно увидеть в городской центральной библиотеке до середины сентября. Правила дорожного движения в красках, стихотворениях и игрушках. В Неклиновском районе инспекторы ДПС проводят в детских садах специальные занятия. Главные нарушители – сказочные персонажи, которым малыши помогают выпутаться из сложных ситуаций на дороге. Дети уже с раннего, с юного возраста знают правила дорожного движения, с удовольствием отвечают на вопросы, с радостью принимают участие в данных мероприятиях. Занятия проходят не только в детском саду, но и на поселковых улицах. Ребята учатся грамотно управлять своим первым транспортным средством – велосипедом. Спорт на Дону. Шесть гонболисток Ростов-Дона стали олимпийскими чемпионками. Успех исторический. Женская сборная России Олимпиад не выигрывала. В финале наши девушки играли с француженками. Эти соперницы выглядели далеко не так, угрожающие, как полуфинальные норвежки. И, казалось, не верили в возможность нас победить. Играли не быстро, много ошибались. В отличие от остальных матчей, россиянки поставили непроходимую оборону. Уголы давали соперницам с огромным трудом. Хотя и мы забрасывали реже обычного. Но отрыв постепенно обозначился. К перерыву после броска Анны Сень ведем 10-7. В середине второго тайма Франция неожиданно сравняла счет. 14-14. Но это был ее последний локальный успех. Россиянки тут же делают решающий рыбок 5-1. И теперь уже ближе, чем на пару мячей, соперниц не подпускают. В итоге 22-19. Золото у России. Олимпийскими чемпионками стали ростовчанки Майя Петрова, Владлина Бобровникова, Екатерина Ильина, Анна Вяхерева, Анна Сень и травмированная по ходу турнира Анна Седойкина. Заметим, что у Дона на Олимпиаде еще три медали. Золото у синхронистки Влады Чигиревой, серебро у тхекландиста Алексея Денисенко и гимнаста Никиты Нагорного. Никита Нагорный первым из донских спортсменов взял медаль Рио и первым привез награду на Дон. Олимпийские игры только завершились, а серебряный призер уже делится победным опытом с земляками в родном ростовском спортзале. 19-летний гимнаст на дебютных для себя Олимпийских играх вместе с товарищами по сборной впервые за 16 лет завоевал медаль в команда Многоборье. Для Ростовской области она еще более ценная. Впервые в истории России на Дону мужская олимпийская медаль. И вообще на Дону, еще считая советское время, последняя олимпийская медаль была в 1976 году, 40 лет назад, после Олимпийских игр в Монреале. 271,5 балл заработали в итоге Нагорный и команда, уступив лишь 2,5 балла японцам. Это серебряное достижение перекрывает успех 2000 года, когда в Афинах мужская команда с великим Алексеем Немовым завоевала бронзу. Я доволен на 100% тем, что есть медаль в командной первенстве, потому что это была моя мечта, самая главная, наверное. Но не доволен тем, что в первый день я в квалификации завалил свой снаряд вольное упражнение, в принципе, ради которого я очень много пережил, и боли у меня были, и травмы. Но это ладно, это все прошло, и обидно то, что не получилось у меня даже в финал попасть из-за этого падения, а там, в принципе, конкуренция была довольно не очень серьезная, можно было и побороться еще за медали. Стоит напомнить, что в личном финале в опорном прыжке Никита остановился на пятом месте, проиграв в борьбе за бронзу 133 тысячных балла. Более подробный сюжет о первом призере Дона в Рио смотрите завтра в 20.45 в программе «Спорт на Дону». Роман Саганов, Лев Клинов, Юрий Бабенко. На Дону. В среду футбольному Ростову играть важнейший матч в Лиге чемпионов с Аяксом. Тренировкой к нему стала встреча чемпионата страны с Томью. Настроение она подняла наш клуб и победил уверенно, и сил много не затратил. Ростов мог отличиться уже на 14-й минуте с пенальти. Защитник Томи зацепил Александра Бухарова в своей штрафной, но судья нарушения не заметил. Хозяева горевали недолго, заработали штрафной, и Новосельцев открыл счет после отличной подачи на БОА и скидки на ВАСА. Защитнику попытался ответить защитник, недавний любимец ростовчан Виталий Дьяков. Но экс-игрок Ростова не стал огорчать бывших напарников и ограничился перекладиной. И тут же хозяева побежали уже в хрестоматийную контратаку. Александр Ерохин вовремя адресовал передачу Полозу, который преодолел половину поля и поделился мячом с Заталахи. 2-0. Воспитанник Донского футбола Харен Байрамян впервые в сезоне вышел в основе и продуктивно провел весь матч. А в начале второго тайма Александр Ерохин дальним ударом довел счет до крупного. С такой организованной командой, как Ростов, в такую игру, как мы показывали, но это равносильное самоубийство. Мы сыграли просто с большим количеством ошибок. В самой концовке Томь могла отквитать один мяч, но незримый на тренерской скамейке дух Курбана Бердыева помог Сослану Джанаеву оставить ворота в неприкосновенности. 3-0. Первая крупная победа Ростова в сезоне. Лев Клинов, Юрий Бабенко. На Дону. Завтра на Дону стартует фестиваль воздухоплавания «Небесные регаты». С футбольного поля студенческого парка ДГТУ одновременно поднимутся в небо 15 воздушных шаров. А на сегодня это все новости. В студии была Анна Туполева. До встречи на Дону. Редактор субтитров А.Семкин